Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дворовой территории и социальная сфера. Порядка 20 вопросов прозвучало на встрече исполняющего обязанности руководителя района администрации с населением микрорайона Бахчеванджи. Эта встреча стала второй. Прежде с местными жителями Алексей Вала в таком формате общался в сентябре прошлого года. Тогда большинство вопросов касалось темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. На этот раз встреча с населением началась с доклада о том, какие преобразования в этой сфере произошли в микрорайоне за минувший год. Так, в рамках развития инфраструктуры бывших военных городков здесь установили детские и спортивные площадки. Обустроены пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, более 2000 квадратных метров. Парковочные места, площади более 3 и 6 тысяч квадратных метров. Выполнен ремонт уличного освещения. Установлены опоры освещения, произведен ремонт семи контейнерных площадок. Все вопросы, которые мы задавали, по-моему, 14 или 17 сентября, мы собирались, мы постарались выполнить. В том числе и сверх этих вопросов провести ряд работ. Проработал вопрос и на этом году мы приступим к стадии выбора земельного участка, практически мы нашли уже его, и проектирование новой котельной на территории Щелково-4. Именно жилищно-коммунальное хозяйство стало одной из основных тем встречи. Так, одним из первых прозвучал вопрос о механизмах, предотвращающих резкое повышение тарифов на энергоресурсы. Должны быть какие-то механизмы, защищающие население от вот таких вот галопирующих повышений. То есть, должен быть какой-то механизм, мы должны знать, к кому обратиться. Министерство жилищно-коммунального хозяйства рассматривает вопрос о введении единого тарифа на единый теплоснабжающий организации, единого тарифа на всей территории Щелковского муниципального района. Еще один вопрос о перспективах строительства ливневки в микрорайоне. Вдоль проезжей части улицы Беляева постоянно скапливается вода, талые воды и другие осадки. Сегодня на совещании, которое проводила администрация, я эту задачу поставил. Именно провести работы маршрутистского, инженерного характера, найти все, что было раньше в военном городке, связанное с ливневой канализацией, мне доложить, спланировать эту работу в этом году. Волнуют жители микрорайона и тема детского досуга. Так, например, жители предлагают найти новое применение старым местным баням, которые сейчас находятся в ведении Минобороны. У нас в конце городка есть старые бани. Понимаете, они пустующие и уже стоят минимум лет 10. Можно их что-то придумать, ведь у нас большой городок. Можно сделать там, чтобы там были спортивные кружки для наших детей. У нас детей-детям негде быть, кроме вот очень низкий поклон, то, что у нас сейчас есть вот стадион, где дети могут кататься. Неоднократно обращались в Министерство обороны, Департамент управления имущества. Внимание! Но, к сожалению, ответ отсутствует. Поработаем еще, но имущество Министерства обороны передает муниципалитету, тянется очень долго. Также на встрече звучали и другие вопросы, например, о строительстве новых детских и спортивных площадок. По общему признанию, руководство района и жителей встреча прошла весьма эффективно. Как глава администрации, он ответил в пределы своей компетенции довольно-таки четко и ясно. Такие встречи общие, они нужны, и они, скажем так, они имеют свой вес, но тем не менее, хотелось бы еще какие-то узкие встречи. В рамках решения каких-то вопросов, в частности, например, вопросы по ЖКХ. Это даже хорошо. Вот уже мы с ним встречаемся уже второй раз, но это он выполняет, выполняет. То есть обещания какие-то он говорил, уже постепенно в жизни уже воплощается. Дарья Заснегова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Планировали входить.